Паша, принято поздравление с победой, со стороны показалось, что сегодняшний матч получился более тяжелым для команды, чем предыдущие встречи, так ли это? И вообще, что можешь сказать по сегодняшней игре, как характер? Спасибо, но эти игры отражаются своим, что идут по очереди и не хватает, может, некоторым сил, эмоций, но мы прошли через это и победили. А ты давно не забивал? То, что сегодня смог оформить дубль для тебя, это такое облегчение или до этого не особо переживал, главное, что выигрывала команда? Конечно, обидно, что команда выигрывает, а ты не забиваешь, но да, повезло, партнеры хорошо отдали, попал, надеюсь продолжать в том же духе. Как раз о партнерах, ваша тройка уже второй год, очень много очков набирает, много забивает, можешь сказать, что уже чувствуете себя в любых эпизодах, что можете отдать спину, не глядя, и что там может какие-то есть свои комбинации, свои розыгрыши? Ну, конечно же, есть, мы играем второй год, уже чувствуем друг друга, понимаем, кто где может находиться, иногда, да, в некоторых ситуациях можем отдать, не глядя, но это игра, но как бы мы уже притерлись друг к другу. Это уже сказал об эмоциях, насколько тяжело настроиться на второй матч против того, ну, того же самого соперника, учитывая, что накануне там была одержана крупная победа. Ну, я не считаю, что каждый матч это новая игра, новые эмоции, все то же самое, надо играть в свою игру, показывать, как бы, как сказать, стабильность признак мастерства. И, может быть, последний вопрос уже, половина чемпионата, ну, не половина чемпионата, а часть чемпионата позади, и как оценишь стартовый отрезок, он для команды получился успешным, но, тем не менее, что, может быть, ждет нас дальше новая команда, новые соперники, новые выезды. Нам, я думаю, без разницы, с кем играть, мы притираемся друг к другу, чувствуем, ну, как бы, тактику уже, понимаем, что нам нужно делать в той или иной ситуации, все зависит от нас. Заранец победы уже с очередной, не потерял ли счет успехом команды, и насколько тяжело настраиваться на каждый следующий матч, учитывая такую победную серию? Ну, игры тяжелые были, ну, как тяжелые, просто одна за другой шла, было тяжело восстановиться, мы находили силы, эмоции, ну, чуть-чуть, как бы, тоже давили-давили, свои шаби не забили, вот сейчас залетела какая-то такая, и вся игра такая напряженная была. Вернемся к матчу, со счетом, который разрешил 10-1, ты там оформил покер, насколько это для тебя особенный случай вообще в карьере, и для тебя, наверное, особенный соперник команда СКА, поскольку ты дебютировал в КХЛ в матче против КХЛ, ну, команд из этой системы, и сейчас вот такое событие. Ну, конечно, очень приятно, забиваешь четыре шайбы, в МХЛ я вообще не делал, так даже хит-трик, ну, очень приятно. А то, что забросили 10 шайб, и вообще-то впервые в арене было 10 шайб, официальный матч кубных команд? Ну, мы вообще даже не знали, что такое, потому что мы установили рекорд, как бы, ну, тоже очень приятно, команда, все сделала команда, можно сказать. Такой же вопрос уже задавал Паша Красковскому про ваше звено. Второй год играете вместе, по сути, и насколько хорошо друг друга чувствуете, насколько хорошо ощущаете партнеры, и насколько, может быть, готовы, если у кого-то одного не идет, насколько готовы там вдвоем помочь? Ну, мы уже играем не первый сезон, друг друга уже понимаем, может быть, без слов, взглядами. Все получается, не знаю, все само как-то получается. Нет мечты втроем сейчас попасть на ближайший чемпионат мира молодежной? Нет, мечта, конечно, есть, но надо стараться, стремиться к этому. Может, что-нибудь и получится. Впереди выезд в Беларусь, команда юности на машинник. Насколько, опять же, это может быть принципиальная встреча, учитывая, что, если помнишь, 2 сезона назад, и нас не пустили в плей-офф? Ну, да, да, было такое дело. Ну, мы должок-то помним, надо просто выходить. И делать свое дело. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok